Когда Максиму Дробышеву было три года, он серьезно заболел. Появилась головная боль, рвота, головокружение, поднялась высокая температура. Его отвезли в больницу, где мальчика полностью парализовало. Что за вирус поразил спиной мозг и нервы, врачи точно так и не определили. Два месяца он приезжал на свою анимацию, абсолютно один. Меня пускали, конечно, врачи, спасибо им большое. На несколько часов в день мы занимались. Он полностью был обездвижен, глотание, дыхание, все было нарушено. Он был весь в трубках, на ИВЛ. Все, что он мог, это был ясный ум. Он все особенно, все понимал, все осознавал. Улыбался и один глаз у него только закрывался. Все, больше ничего абсолютно. Потом постепенно начали, конечно, ручки, по чуть-чуть совсем пальчики шевелиться. Ради Максима его родители переехали из Алтайского окрая в Новосибирск. Все-таки здесь больше возможностей для лечения и реабилитации. Оказалось, что не зря мальчик научился разговаривать, держать голову, сидеть, передвигаться в ходунках. Учимся мы в школе. Нас хотели, конечно, в коррекционную школу изначально отправить, но потом по МБК комиссии решили, что он ему достаточно будет общеобразовательный. Учится он хорошо, ему очень нравится. В первом классе, в обычной абсолютно школе. Я буду все делать. Ну что? Поехать, скакать, ходить. Все делать. И все же болезнь дает о себе знать. Сил в ногах мало, мышцы вялые, правая рука полностью парализована, левая работает только до локтя. Поднимать вверх он ее пока не может. По самому врачу, у Максима остаточное явление последствий тяжелого поражения спинного мозга, периферической нервной системы. Мальчик нуждается в восстановительном лечении. Однако его стоимость почти 300 тысяч рублей. Очень большая сумма для этой семьи. Поэтому они вынуждены обратиться за помощью. Чтобы помочь Максиму, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» и укажите сумму пожертвования. О других способах помощи можно узнать на сайте Русфонда.